всем привет с вами ted и сегодня мы посмотрим на шикарнейший просто трэшовый великолепный сумасшедший креативный билд затеррано он просто мега великолепен так что поехали поехали от составляю окно продакшна потому что за всем просто-напросто будет не уследить ну и собственно это будет формате обзора игры и гайда на совместим билд против протоса билд против процесса начиная в 14 саплая сразу подсказываю всем кто хочет конкретный билд как-то записать себе это еще что-то останавливайте видео на паузу смотрите в правый верхний угол экрана смотрите сапай смотрите в продакшн для вас собственно это все и открыто вот ну билд на самом деле простой тут сильно записывать ничего не надо главное запоминать пару действий пару важных действий и что зачем мы делаем нам наверное я отодвину экран так будет проще следить за всем что карты нынче большие собственно вот мы делаем газ до барака то обязательно обязательно газ до барака и сразу начинаем делать собственно сам барак на все очень просто просто как только барак хватает 16 барак начинаем делать и дальше наполняем газ моментально сразу же наполняем газ вот 17 ксм еще нас будет выбегать выбегать с базой спасаться вот он 17 пошел и сразу за ним идет еще один желательно конечно же это сделать незаметней но просто пришел после пилона разведывать то есть обычно просто приходит разведывать после гейта и тогда мы успеваем получается сбежать с базы ну вот но тут я не успел как бы ну и ладно да то есть побегу за этой пробкой в чем суть том что две этих ксм ки они должны бежать в разные места однако см к должна бежать куда-то где упроться вторая база сейчас благо позволяют карты здесь мы будем ставить прокси барак на то есть очень много места незаметно можно все тыкнуть очень просто просто легко можно ставить если карта не позволяет что-то типа здесь но это будет не очень удобно то есть нам нужно обязательно поставить прокси-барак постараться все-таки упроться где-то возле натурала потому что этот барак будет очень жестко отвлекать его от дальнейших наших всяких дел 2 ксм к пишет наоборот сторону 3 4 базы то есть куда-то сюда либо сюда либо сюда сейчас мы все объясним зачем почему как тем временем естественно продолжаем продолжаем строить ксм ок тут что пытается не заблокировать на x все бесполезно естественно зачем цеху точнее но неважно открываемся в рипера сразу же строим газ и сразу же запираемся запираемся наглухо чтобы больше не показывать что мы делаем вообще что у нас происходит и этот билд будем называть тройная угроза непобедимая непобедимая тройная угроза сейчас поймете почему начинаем с рипера и сразу же строим 2 газ его тоже сразу нас этим здесь мы начинаем строить барак барак у нас собственно достраивается начинаем строить бункер бункер нужно прятать и сразу заказывать маленько давайте не будем так быстро проматывать пройдемся по всем этим основам билда так сказать вот сразу строим барак вы его сможете построить намного раньше начать то что если бегать там за пробками не будете вот рипер у нас выбегает здесь он будет охотиться на пробку но самое главное у нас сейчас на идет здесь посмотрите на второй минуте мы начинаем делать factory то есть сразу же начинаем делать factory и начинаем отсюда клепать мариков и это начинается наш тройная угроза то есть в чем движуха мы здесь должны создать такую прям прессинговую ситуацию для протаса начать строить мариков начать строить бункер при этом параллельно рипером прилетаем и начинаем напрягать нашего протаса чтобы он тоже ну не мог спокойно бегать и делать все что хочет вот если бункер отменили опять же ничего страшного мы продолжаем строить мариков отсюда у нас маленькие идут нон-стоп здесь мы тоже майков можем строить чтобы они защищали собственно нашу цеху если просто нашу сторону пойдет либо мы можем этих мариков отправить в атаку но это чревато на то есть если просто открылся какой-нибудь прокси старгейт вам лучше иметь дома 45 мариков вот здесь у нас достраивается factory этим рабочим мы сразу пойдем достраивать бункер вот такой вот у нас секретный маневр до пойти достраивать бункер этим классным нашим секретным рабочим тем временем опять же настроенная угроза на свипер отвлекает протаса на это классная штука на самом деле то есть особенно вот ребята ваши каких-нибудь лигах пониже где-то там платина у вас золото ну и ниже естественно тоже очень круто такая штука может работать можете поэкспериментировать поиграть играть очень интересно сам билд крутой смотрите мы здесь отвлекаем мариком бункером здесь прибегает ксм к и здесь у нас рипер получается минеральную линию кошмарит а прикол в чем то что протаса шью нетов мало на а мы его в трех местах уже будем сейчас напрягать да но он даже не знает пока про третье место и тем временем как только у нас стало factory обязательно сразу начинаем эрмари на то есть строить и факторкой перелетаем к процессу на мэйн это еще один недостаток протасов у них очень слабый обзор карты то есть он просто физически на этих минутах не могут видеть весь свой мэйн не могут следить за всем нормально не могут нормально защищаться и когда мы их кошмарим здесь на натурале особенно если мы у нас получилось построить бункер на бункер достроился если он не достроился это ничего страшного потому что самое главное идет здесь factory на который мы пристраиваем реактор реактор короче скажем так опционально опционально не обязательно его пристраивать пристраивайте реактор если вы смогли достроить бункер то есть если вы знаете что протас ближайшее время будет тусоваться здесь следить внезапно внимательно за бункером думать что делать как бы как с этим бороться и обычно естественно чтобы бороться с бункером особенно если он стал протасу надо ставить на батареечку ставить гейты варпать юнитов то есть он сейчас вкладывает все ресурсы в юнитов в юнитов которые протаса очень дорогие по газу и у него просто не будет газа нормально ну ставить технологии и тут начинается наш вот этот вот секретная западня да то есть пока мы здесь кошмарим протаса пока мы здесь мешаем ему развиваться пока мы здесь вот мариками всеми стреляемся прям микрим как можем бункером ну либо не микрим совсем там как умеете вот пока вы здесь кошмарите достраивается секторе и что из факты вылазит посмотрите посмотрите из факторе вылазит не что иное естественно как минки мин очки и в чем есть прикол в том что на четвертой минуте уже пока протас занят тут отбитием от бункера пока у него проблемы посмотрите мины прибегают и они уже с окопкой точнее с невидимостью это жесть просто вот отсюда можно выходить уже играть в макро конечно же ставится цеху вот но есть еще вариант если ксм какая-нибудь выжила ставить в проксе starport и продолжать его кошмарить с либераторами то есть обязательно юнитами от которых он ну не сможет отбиваться то что что у него сейчас задача какая сохранить бункер сохранить бункер сохранить свой nexus с этим тяжело справиться но в принципе справится на то есть этого не получилось какой-нибудь просто справиться этому не самая бедовая беда вот но по итогу как только он бункер отобьет он поймет что у него здесь другая беда которая вот такая вот мины мины просто невидимые мины тройная угроза самая настоящая вот вообще это просто жесть вот такая вот у нас он тройная угроза да то есть это бункер это рипер который летал там сдох это мин и пока он добивается отмена к ним будут об сервер и у него будут какие-то вы юниты но естественно кем его контрить еще от либератора добавьте просто либератора добавьте то что то чем он не сможет вас контрить но ты самое крутое опять же что минки то теперь невидимая и тут можно поставить шах и мат то есть если у него уже есть роба и об сервер вылетает обязательно надо успеть заметить об сервера успеть поставить скан и минкой навестись на об сервер если у вас так получится сделать вы просто лишаете просто полностью возможности куда-либо смотреть и ну собственно минки выигрывают игру все здесь просто понимает что с бункером как бы он пока воюет добивает бункер но сейчас ему придется отвлечься потому что он поймет что здесь еще кое-что мин очки сейчас его закопаются вот этот он пишет gg вот такая вот такая стратегия очень крутая надеюсь вам понравилось используйте ее с вами был ted до новых встреч